В военных фильмах очень часто можно услышать, как солдаты Германии обращаются к мирному советскому населению о выдаче им определенных продуктов. Обычно это были яйца и молоко. На самом деле, список вышеперечисленных продуктов этим не ограничивался. Немцы забирали у советских людей практически все, но определенные виды продуктов и напитков все-таки они не трогали. И происходило это не благодаря широкой душе немецких солдат, а потому что они опасались употреблять их в пищу и испытывали к ней некоторую брезгливость. Немецкие солдаты отнимали практически всю еду у советского населения, зная, что никакого наказания за это им не последует. Но немцы никогда не прикасались к грибам, они не интересовали их ни в каком виде. Все потому, что население Германии не занимается собирательством грибов, они не ездят в лес, чтобы набрать большие корзины этого продукта. Поэтому население Германии вообще не разбирается в грибах, считая их одинаковыми. Но немцы прекрасно знали о том, что некоторые виды могут быть очень ядовитыми. Даже от одного маленького кусочка можно отравиться со смертельным исходом. Кроме того, несоблюдение технологии консервации может привести к возникновению вредных веществ и яда, которые могут привести к смерти. Именно поэтому немецкие солдаты остерегались употреблять в пищу грибы, так как считали, что жители СССР могут отравить их. В самом начале Второй мировой войны немцы отбирали квас, который готовили в каждом доме, когда хлеба было много. Но затем немцы стали относиться с брезгливостью к исконно русскому напитку, так как считали, что он хранится в ужасных условиях и опасен для здоровья. Мутная жидкость с едким запахом вызывала сильное отвращение у солдат. Также немецкие солдаты холодно относились к сушеной вобле. Немцы не употребляли ее с пивом, а уж тем более как самостоятельный продукт совсем не рассматривали. Между собой они называли эту рыбу сухой смертью, так как после употребления воблы очень сильно хотелось пить. В годы войны советское население размачивало сушеную воблу и готовило из нее импровизированную уху. Скорее всего, немцы не догадывались об этой хитрости советского народа, поэтому без сожаления оставляли ее людям.